Здравствуйте! В эфире «Аналитика». Прямо сейчас мы расскажем о самых важных событиях этой недели. Студия «Нейшо Корбек». Мы начинаем. Быка за рога. Из-за сибирской язвы в Карганинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жители Аквайского района продали мясо по подложной ветеринарной справке. Из детдома на улицу. Выпускница детского дома с ребенком на руках. Негде жить. На протяжении 10 лет сирота не может получить квартиру. Опять провал. На Степном-2 под землю ушел асфальт. Как это было и почему спецтехника не справляется? Сибирская язва. Напомним, впервые заражение произошло из-за использования мяса больной коровы, которую зарезала и продала семья из села Еркандекшетского района. Как выяснилось, хозяева скота, подозревая, что бычок болен, умудрились подделать ветеринарную справку. Что же получается? Деньги для них дороже здоровья и жизни? В Ахтувае введен режим чрезвычайной ситуации. О проблеме подробно расскажет сегодняшний гость в студии. А пока посмотрим сюжет. Забой больной коровы без ветеринарного осмотра в Шетском районе. С этого началась история распространения сибирской язвы. Мясо реализовали 11 семьям односельчан. Девять из них госпитализировали, двое человек скончались. Лабораторные анализы вспышку сибирской язвы подтвердили. В поселке Еркендек Карагандинской области введен карантин. Сибирская язва. Карбунку злокачественный. Антракс. Особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов. А также человека. Болезнь протекает молниеносно. Сверхостро, остро и подостро. Айгуль Ахмед было всего 33 года. У нее осталось четверо детей. Самому младшему нет и двух лет. Родственники рассказывают, что жалобы на плохое самочувствие у погибшей появилось после нарезки мяса. У нее появилась сыпь и температура. Скорая доставила женщину в областную клиническую больницу. По словам родственников, если бы медики приняли экстренные меры и назначили правильное лечение, летального исхода можно было бы избежать. Мы не медики, мы не можем говорить конкретно, как могла оказаться медицинская помощь. Но при этом ровно полтора суток она находилась не в том больничном заведении, в котором она оказалась после и оказалась в реанимационном отделении. В свою очередь медики сказали, скончавшаяся женщина заразилась, пробуя фарш, а мужчина порезался при разделке туши больной коровы. Об этом надо сказать, потому что при поступлении в больницу явных симптомов заражения язвой врачи не обнаружили. Остальные пациенты успешно прошли лечение. В этом поселке Шведского района проводятся все противоэпидемиологические мероприятия, то есть дворовые обходы, врач по домам ходит и ветеринарная служба. После данного случая ветеринары продезинфицировали препаратами около 50 гектаров земли. Полицейские возбудили уголовное дело по факту гибели людей. Вопрос, как и почему владелец больной коровы зарезал скотину и раздал мясо соседям, остался открытым. Сельчанам выдали предупреждение о запрете забоя скота без предварительного осмотра ветврачей. Казалось бы, все под контролем. Но через некоторое время двоих жителей другого поселка доставляют в инфекционную больницу с подозрением на сибирскую язву. Установлено, что супруги из зимовки Ушарал Актогайского района продали мясо бычка в магазин Балхаша. Уже оттуда в инфекционку доставлен и местный мясник, который разделывал тушу больного животного. Из 90 килограммов мяса бычка удалось изъять лишь 68 килограммов. На данный момент проводится комплексное лабораторное изучение. Работники экстренных служб уже обошли 107 дворов Актогайского района, где жили больные. Сейчас более 400 человек находятся под наблюдением. Удалось продать мясо Актогайцам по подложной ветеринарной справке о том, что животное здорово. Нельзя забивать без ветврача и потом в дальнейшем его мясо нельзя реализовывать без лабораторного анализа в ветбак-лаборатории. Это вроде бы истина такая, которую ее все знают. К слову, горожане после всех этих историй боятся приобретать мясо на прилавках магазина. Говорят, временно станем вегетарианцами. Нет, мясо не берем, только из своего села в Каркаролинске. У нас свое хозяйство. Сейчас вообще ничего не беру, кроме птицы. Ничего больше. А почему? Не верю ни тем, ни опровержениям не верю. И, естественно, все вот эти рассылки по ватсапам и так далее, по разным чатам, что опасно, берегите и так далее. Дедка уже 90-х волнами. Давно уже не покупаю мясо. Боюсь брать. Сегодня у нас в студии заместитель руководителя управления ветеринарией Карагандинской области Саят Мусин. Здравствуйте. Расскажите, как удалось жителю Актукайского района получить справку у ветеринара о том, что животное здорово? И что ему за это грозит? Дело в том, что данный владелец животного обратился к ветеринарному специалисту сельского округа Жидибай. За получением справки номер один, это ветеринарный документ, который выдается на провоз живого скота до объекта убоя. То есть на живое скотное владелец взял справку. В последующем, не известив ветеринарного врача, круто изменил свои намерения и забил полторагодовалого бычка. Было ли животное привито? На сегодняшний день на управлении ветеринарией проводится служебное расследование. Могу сказать, данный бычок в базе идентификации сельскохозяйственных животных у нас не зарегистрирован. Ушных бирок не имеет. То есть данный бычок в описях по вакцинации не значится. Мы сейчас проводим служебное расследование, откуда, когда привез данного бычка этот владелец. Но, что касается ответственности, административным кодексом предусмотрена ответственность владельцев животных. Кроме этого, будет, наверное, решаться вплоть до уголовной ответственности за распространение инфекций. Но это же будет решать компетентный орган. Хорошо. В каком году последний раз была зарегистрирована сибирская язва в Карагандинской области? В Карагандинской области последний раз сибирская язва была зарегистрирована в 90-х годах. Если точнее сказать, в 91-м году в Лутавском районе, в сельском области Шембирске. Сейчас многие жители боятся закупать мясо. Насколько оправданы их опасения? Могу заверить, что на территории города Караганда и Карагандинской области сейчас ветеринарные специалисты работают в усиленном режиме. Все объекты внутренней торговли проводятся ежедневные рейдовые мероприятия на выявление контрафактной продукции. То есть жителям могу сказать одно, что беспокойство беспокоиться не о чем. Спасибо большое, что уделили время. Напомним, у нас в студии был один из главных ветеринаров области Саят Мусин. Он призывает не паниковать и не верить ложным сообщениям о массовой эпидемии. Здоровье человека – дело главное, дело общее. Плохо, когда страдают взрослые, но еще больнее, когда страдают дети, причем абсолютно здоровые. Бывает так, что ребенок рождается вполне крепким, но не нужным ни маме, ни папе, ни бабушкам или дедушкам. Новорожденных детей бросают в мусорные баки или подкидывают в дом малютки. Самое страшное, когда это происходит рядом с тобой. К примеру, недавно Жизказгане вынесли приговор 18-летней девушке, которая выбросила своего ребенка в мусорный контейнер. После в суде она полностью признала вину. Объяснила свой поступок боязни осуждения со стороны родителей и общества. Или другой случай. Родители трехлетнего мальчика оставили ребенка на произвол судьбы в Балхаше. В течение двух месяцев он находится в инфекционной больнице. Ребенка до сих пор никто не забрал. Итак, почему детей бросают? Что переживает ребенок, который не нужен своим родителям? Как складывается их жизнь в детском доме? Ответ попытаемся найти в историях следующих героев. Трехлетний Нияз Горчухин дожидается свою маму в инфекционной больнице Балхаша. На больничную койку он попал с улицы, где его нашли случайные прохожие. Ребенка никто не навещает. Лишь однажды к малышу в больницу приходил его папа. Обещал забрать домой, но больше не возвращался. Нияз очень улыбчивый и жизнерадостный малыш. В больнице он живет около двух месяцев. Приходил папа, потому что здесь в отделении находилась женщина. Она Сарашиганская. Она увидела ребенка и сказала, что мальчик Сарашиганский, что семья находится в Сарашигане. Папа рыбак, мама домохозяйка. Она сообщила через родственников в поселок Сарашиган. И папа приходил. Папа приходил, с ним пообщался, пообещал, что заберет. Документов у отца не было, поэтому ребенка ему не отдали. Из-за рассказа мужчины следует, что семья живет в Сарашигане. В отделе опеки Ахтуальского района пояснили, делом Нияза занимаются их специалисты. Как оказалось, мать бросила мальчика на произвол судьбы не в первый раз. Мать бросает Нияза не в первый раз. Когда она сделала это впервые, мы хотели лишить ее родительских прав. Обращались в суд. Однако в суде она раскаялась, обещала воспитывать ребенка сама. Но, видимо, обманула. Теперь специалисты отдела опеки намерены добиваться окончательного лишения родительских прав нерадивой мамаши. Новым домом трехлетнего Нияза может стать карагандинский детский дом Шапагат. В детдомовской жизни ребенок может избежать, если его заберет кто-нибудь из родственников. А вот у Айсулы Жархамбековой шанса жить в тепле и уюте не было. В 13 лет она попала в детский дом. Ее родители лишили прав за постоянное пьянство. Тогда она пообещала себе, что ее ребенок никогда не лишится самого дорогого и родного, своей мамы. Айсулу представляла, что придется бороться со сложными жизненными ситуациями. Но не ожидала, что будет трудно настолько. Вот уже который год она с ребенком на руках скитается по разным местам жительства. По ее словам, очередь, в которой она стоит на получение жилья по категории дети-сироты, не продвигается. Мало того, в Акимате ее всегда отфутболивали и отправляли по разным адресам. Два года назад я ходила в Акимат. Мне дали тот адрес, который даже не существует в центре занятости. Сказали, что там центр занятости есть. Туда-сюда ходил. У меня еще маленький ребенок был тогда. С ребенком туда-сюда. В итоге он заболел. В Акимат звонил. Они говорят, вы что не знаете, как получать квартиру? Ничего не объясняют. Даже не выслушивают, не дослушивают. Отправляют то в центр занятости, то по всяким адресам. Сказали, через 2-3 года дадут. А уже прошло 6 или 7 лет. В Акимат звонил. Нормально, толком не объясняют. Ничего не говорят. Не дослушивают. С таким одолжением там говорят, вот, девушка, вы что не знаете, как получить квартиру? Это что, они у меня деньги просят, которых у меня вообще нету. Или я не знаю, вообще ничего, нормальное, толком не объясняют. У молодых родителей растет сын, которого в этом году надо было одеть в школу. Из-за катастрофической нехватки денег малыш за знаниями так и не пошел. Мне хотелось, чтобы он пошел в школу, но средств нету, чтобы в школу отдать. Ни вещей нету, ни тетради, ни ручки, ничего нету. Как мне вот его в школу отдавать? А еще говорят, что у государства помогает. При всем желании ребенка в школу бы не взяли. У Айслу проблемы с документами. Многие дети вот ходят с детского дом. Кто пьют, кто, то, что жилья нету, то, что документы я себе не могу сделать тоже. То, что прописки нету, что и денег нету, чтобы документы сделать. Чтобы выяснить, как помочь в сироте, мы обратились к заведующему секторам жилья. Он ясно дал понять, что Айслу такая не одна, однако отметил, что до заветного жилья ей осталось совсем чуть-чуть. Соответственно, перед ней еще 200 человек стоят по категории тетисты, ждут своей очередности. В законе о жильеотношении, ст. 74, оговорено, что жилье из государственного жилищного фонда предоставляется порядкой очередности. Соответственно, когда 200 человек мы предоставим, ее очередность подойдет, она получит свое заветное жилье. Детистыра это у нас состоит в очереди с 2003 года. Максимум, что может порекомендовать специалист сектора жилья – участвовать в программе «Жануя». Став ее участником, шансы получить квартиру увеличиваются в разы. Самое главное – собрать необходимые документы. Кто участвует в программе, в зале документы, там основная критерия по постановке на очередь. Но у нее номер очень хороший, 201, и соответственно, у нее есть шанс получить жилье на 90%. Это однозначно. Самое главное – она зает документы, потому что по категории детей-сиротов очень мало людей зает. Вчера по микро-минжану только две дети-сироты получили у нас жилье, включат квартиры. Вчера вот мы представили, Аким область сам вручал лично. По словам Айслу, о данных преимуществах ей никто не говорил. В Караганде более 13-ти сирот, нуждающихся в жилье. Почти все юридически неграмотны. У многих нет доступа к интернету, чтобы получить информацию об очереди на жилье. Подобных легко кормить обещаниями. Не получив собственного угла, некоторые спиваются. С каждым годом количество брошенных детей увеличивается. Те, кому повезло, выживают и попадают в детский дом. Социальная адаптация здесь не идет. Дети привыкают к помощи государства и не знают, как жить самостоятельно. Айсул Жархамбекова надеется, что очередь на получение квартиры все же двинется. Больше всего свое собственное жилье она мечтает получить ради сына. Скоро зима, муж, который работает строителем, останется без работы. Это значит, что они снова будут ночевать, где придется. В таких условиях молодая мама боится, что ребенка у нее могут попросту забрать. Анна Шалхарбек, Шахслык Нуртай, Александр Цирикидзе. Аналитика. День шахтера. Этот праздник, пожалуй, самый главный для всего Карагандинского региона. На 14 шахтах ведется добыча угля. Главное торжественное мероприятие состоялось в шахтерской столице. По традиции на нем чествовали лучших работников угольной промышленности. Вручали благодарственные письма, грамоты, отраслевые награды. В Шахтинске не просто говорили о нелегком труде горняков, но и продемонстрировали это. На центральной площади прошел финальный этап конкурса профессионального мастерства. Шахтеры выполняли в точности то же самое, что они ежедневно делают под землей. Вот здесь ни у кого не возникло сомнений, что труд шахтеров нелегкий. В финале конкурса приняли участие команды четырех шахт – Абайская, Саранская, Ленина и Шахтинская. Всего 80 участников победили шахтинцы. Праздничные салюты прогремели в Саране, Абайе, Шахтинске. Ну и какой же день шахтера без массового народного гуляния? Центральный парк культуры и отдыха стал основной эстрадной площадкой. В первой половине дня карагандинцев и гостей города развлекали профессиональные творческие коллективы, а вечером на набережной состоялся традиционный ретро-концерт. 30 августа 1995 года на всенародном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. С того времени 30 августа отмечается День Конституции. За круглым столом в Доме дружбы обсуждали итоги двухдесятилетнего действия основного закона страны. Главная цель мероприятия – укрепление в общественном сознании роли и значимости Конституции. О ведущей роли Конституции формирование государственности и демократических институтов говорили участники круглого стола. В первый раз в первый класс, да еще и в новую школу. В День знаний состоялось торжественное открытие учебного заведения в поселке Курма. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков приехал поздравить и пожелать успехов школьникам и учителям в новом учебном году. Глава региона сделал еще один подарок. Директору школы вручили сертификат на оснащение кабинета робототехники. Школа уже оснащена мастерскими, мультимедийным лингофонным кабинетами, специализированными классами химии, физики и биологии. Семилетнему Ярнуру Макатову выпала честь прозвенеть первый звонок в 92-й гимназии. После линейки первоклассники приступили к занятиям. Первый и единственный в этот день урок посвящался Дню Конституции. Маленький Ярнур с любопытством разглядывал новые школьные принадлежности и внимательно слушал учителя. Новоиспеченный ученик даже пообещал стать отличником. Я рад, что пойду в первый класс. У меня будет много новых друзей и я буду учиться на пять. Всего в гимназии 100 первоклассников. Хорошее качество дороги – показатель уровня цивилизации страны. С этих слов начинаются заседания в Акиматах, когда поднимается вопрос ремонта дорог. О том, что ситуация на дорогах Караганды складывается не лучшим образом, знает каждый. Более того, карагандинцы и гости города говорят, что плохие дороги – главная отличительная черта шахтерской столицы. Машины здесь приходят в негодность раньше срока. Владельцы автомобилей постоянно тратят немалую сумму на их ремонт. Огромные суммы из госказны тратятся и на ремонт дорог. Однако дороги лучше не становятся. Недовольство жителей вызывает и отсутствие ливневок, как на главных дорогах города, так и внутри дворов. Самостоятельно справиться с грязью и лужами в ямах до колдобинах, которые затрудняют движение, жителям не по силам. Тем временем, причину всех бед чиновники видят в отсутствии КСК и нехватки бюджетных средств. Пока власти призывали жителей создавать свои формы правления, произошел очередной обвал асфальта. На этот раз по адресу Степной 2. Жители многоквартирного дома неоднократно жаловались на зловонный запах, издаваемый из-под тряснувшего асфальта. Но местные власти к ним не прислушивались. Как решается проблема, расскажем в следующем сюжете. Вот где стоит мужчина сейчас, вот здесь, чуть-чуть от него в полуметре начался провал. Начался провал, он уходил вниз. И здесь стоял как раз наш сосед, я помню сразу крики. Я выбежала и я увидела вот этот провал. И он действительно был серьезный. Тагира Яхина с содроганием вспоминает день, когда произошел обвал асфальтного покрытия. Яма образовалась следом за проехавшей машиной. Благо водитель чудом остался невредим. Сейчас данный участок огорожен, проводятся восстановительные работы. Причину обвала выясняли долго. Оказалось, между домами находится дренажная камера, от которой берет начало труба ливневки. По конструкции она состоит из плит перекрытия. Держатся они на бетонных блоках. Из-за подтопления все обрушилось, после чего и треснул асфальт. По заключениям специалистов Карагандасу, было постоянное подтопление этой дренажной камеры. И грунт был насыщен водой. И в результате чего началось сползание этих бетонных блоков. Ну и со следующим обвалом плиты перекрытия. Пока сотрудники Акимата и услугодатели искали причины, жители дома сказали, что о проблеме знали давно. Началось все с канализационного запаха, который беспокоил их еще с 2009 года. В подвале было сухо. С просьбой выяснить и помочь устранить причину зловония, жители на протяжении нескольких лет обращались во все инстанции, но к ним не прислушались. Я ходила до 2003 года, мне сказали, вам нужно обратиться в ЧАЭС. Я обратилась на то время в ЧАЭС, ЧАЭС меня отправила в архитектуру. Архитектура отправила меня в ЧАЭС. Я побегала, я устала, и я не знала, что это делать. Но я поняла, мне конкретно тогда в Акимате сказали, что у нас нет службы ливневки. Что мы можем и наблюдать, потому что у нас во дворе ни одной ливневой нет, нигде на дорогах. Вот здесь тоже стоят у нас озера. Я не знаю, откуда шла утечка, но очень сильный смрад стоял. И я стала собирать документы, стала ходить в областной, в городской, в районные Акиматы. У меня есть бумаги, которые под подписями и под печатьями. Из-за бездействия Акимата они решили исследовать подвал сами. Тогда и наткнулись на неизвестное сооружение, застоявшее водой. Через небольшое отверстие подвала в дренажной камере обнаружили поломанные трубы, подкошенные блоки. С 2009 года начала этим заниматься и стала спускаться в подвал. Но вела там порядок, откопала колодец, через который, это технический колодец для дома в 1997 году. Оно было сюда введено в эксплуатацию, этот дом, и они предусматривали эти колодцы технические. Они стали раскапывать и рассматривать. В принципе, все получилось так, как я им говорила. Вот оно так и есть, то, что я говорила в 2010 году. Камеры на схемах нет. Обнаружив крупный прорыв трубы, о котором говорили жители, специалисты понять не могли, как проводить ремонт. Жители возмущаются, если бы власти обратили внимание на проблему вовремя, подобной ситуации бы не было. Наши беспокойства, во-первых, неудобно выходить, заходить. Дети, опять же, футбольная площадка. Опять же, это все опасно. Посмотрите, груда мусора. И, насколько я вижу, никаких работ вообще не производится. То есть, очень редко здесь кто-то вообще появляется. Восстановить то, что разрушалось годами, непросто. Экскаватор с работой не справился. Вся надежда на кран. Если спецтехника не поможет, копать будут вручную. Это будут делать вот эти люди вручную, потому что туда не достают краны, ой, вернее, экскаватор не достанет. Просто из-за высоты, из-за неудобства, вы понимаете? Из-за неудобства. Потому что вот она земля, а вот она вот крыша. Кран не может во всего, даже крану будет тяжело смещаться постоянно. В настоящее время дренажную камеру демонтировали, бетонные блоки разобраны, плиты перекрытия вскрыты. Все отремонтируют и построят заново в течение недели. Водопровод внутри подвала будет ремонтироваться на средства жителей. Они, в свою очередь, надеются, что после восстановления камеры и ревневки вода скапливаться больше не будет. Между тем, это не единственная яма, которая напугала карагандинцев. Ранее подобный случай произошел на улице Ермекова. Асфальтное покрытие ушло под землю над главным канализационным коллектором. Мне рассказал мой 8-летний ребенок, что он как раз стоял у пешеходного перехода, чтобы переходить. И в это время они обернулись на то, что сильный грохот. Когда они обернулись, они увидели яму. Причина провала данного коллектора банальна – изношенность канализационных труб. Свое дело делает и неэффективность ливневок. Во многих дворах она и вовсе отсутствует. К примеру, на территории одного из крупных торговых домов из-за дождевых осадков скапливаются лужи. Построить ливневки власти обещали, однако этого не произошло по сей день. Не центр, а деревня, говорит Андрей Чаньян. Он работает в диспетчерском такси. По долгу службы разъезжает по этим дорогам каждый день. И каждый раз из-за плохих дорог приходится ремонтировать машину. Во время дождей образуется большое количество воды, что затрудняет проезд. Властями города, так скажем, это не откачивается вообще никак, никаким образом. То есть все находится в таком состоянии, пока не прекратятся дожди и не высохнутся. Та же самая проблема в торговом доме в городе, на задней парковке большой, очень большое скопление воды. Но они молодцы в этом плане, пригоняют машину, которая занимается откачкой. В принципе, это происходит не сразу, конечно, большое количество воды, но откачивается. По крайней мере, они хоть что-то делают. А вот про это, по-моему, в дороге, сами видите. Яма на яме, и плюс в этих ямах постоянно вода скапливается. Осушение луж и ремонт дороги находится в компетенции Акимата. Городские власти во время выездных совещаний не раз обещали, что вопрос будут решать. Но в последний момент уполномоченные ссылаются на нехватку бюджетных средств. А это голубые пруды. Нынче район оправдал свое название. Правда, красовали здесь не белые лебеди, а подкрылки и колпаки, элементы подвесок легковых машин. О плачевном состоянии дороги говорили неоднократно, но проблемы еще не устранили. Салон был, посмотрите сами, как он едет, полный воды. Настолько полный, что мне около двух часов понадобилось, чтобы все с нее вычерпать. Потом в фары набралась вода, сцепление начало барахлить, потому что она находилась очень долго в воде. Не знаю, дорожные службы, мне кажется, должны были поставить хотя бы какое-то заграждение, показать, что здесь такая яма. От дождевых осадков жители города страдают несколько лет. Дороги ремонтируются каждый год, чаще всего на одной и той же улице. Впрочем, горожане уже привыкли к постоянным ремонтам. Дороги в Караганде строятся, они ремонтируются из года в год, это радует. Проблема в том, что одни и те же дороги делают, только центр города, а периферия страдает. Вот хотелось бы обратить внимание властей на периферию нашего города. Не устраивает, конечно, нет. Потому что кругом ямы на дорогах, и много светофоров не работает, кроме того, движения никакое. Если одну дорогу закрывают, то соседнюю дорогу тоже с ней закрывают, нигде не объехать, не переехать. Всю жизнь живу в Караганде, всегда одна и та же ситуация. При любом Акиме, может быть, это не столько Аким виноват, сколько сами эти дорожные службы все. Потому что, по сути, идет только отмывание денег на наши дороги. Карагандинцев решился успокоить первый заместитель Акима области Аслубек Дусибаев. На одном из совещаний он поделился амбициозными планами. На этот раз тема плохих дорог будет закрыта раз и навсегда. Нынешний ремонт будет сделан качественно, по новым технологиям. Дорог хватит надолго. Никаких новых дорог. Вот надо закрыть этот вопрос и поставить его на текущий режим. Ремонт дорог на текущий режим. То есть текущий – это то, что там нормативно вышло из срока, там условно. Мы все понимаем, что тот же Бухар-Жараперспект, да, там через 2-3 года нам надо будет обратно его там ремонтировать. Какие, думаешь, участки, я не знаю. Но вот этот вопрос, чтобы полностью снять, то есть 100% город закрытый по дороге. Это сложно, включая проезды во дворы. На ремонт дороги с республиканского бюджета выделяется миллиарды тенге. Неважно, сколько именно. Карагандинцам эти цифры ни о чем не говорят. Им важен результат. И раз обещан он, значит, будет сделан. Главное, чтобы новые дороги теперь не раскопали коммунальные службы, чтобы проложить под ними новые трубы. Анель Шелкарбек, Жаслан Макулбеков, Александр Цирикидзе. Аналитика. Такова была неделя глазами наших корреспондентов. Встретимся на следующей неделе в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова